Данила и Ларисы Данила и Ларисы И сегодня мы приготовим очень вкусную пасту Это будет мясная паста под красным томатным соусом Для этого мы взяли кусочек 250 грамм говядины И хорошенько его отварили То есть мы его варили час, чтобы она стала достаточно такая мягкая Помимо этого нам понадобится 4 помидорчика 2 веточки базилика 2 зубчика чеснока Маленькая луковичка 3 столовые ложки томатной пасты И для того, чтобы притрусить сверху, мы натерли пармезанчик Понадобится нам сухой базилик И оливковое масло И первое, что мы сделали, это поставили воду Закипятили ее и отправляем нашу пасту вариться А в это время покажем, как приготовить соус Я хочу поправить себя, друзья Это не томатная паста, а томатный соус Для того, чтобы приготовить соус в заправку для нашей пасты В первую очередь нам надо подготовить помидоры Для того, чтобы их подготовить, мы их надрезаем вот таким вот образом И зальем кипяточком Где-то минутки на 2-3, чтобы с них легко снималась шкурочка Кипяточек мы подготовили заранее Чик И ошпарили их После этого очень мелко порежем подготовленный лук и чеснок Порезали мелко лучок И теперь очень меленько порежем чеснок Порезали также чеснок мелко И за это время, друзья, пока мы резали, наши помидорчики ошпарились хорошо И нам надо с них снять шкурочку Сейчас Лариса покажет, как это делается Делается достаточно просто Я когда первый раз узнал, что с помидором надо снимать шкурочку Я испугался Думал, что это такая сложная и тяжелая операция Оказывается, все достаточно просто Вот он когда ошпаренный Шкурочка с него слазит практически сама Также чистим все наши помидорчики Почистили все помидорчики Вырезали плодоножки И теперь порежем их Режем на кубики где-то сантиметра полтора Сантиметр полтора Вот таким вот образом Перекладываем их пока на тарелочку Вместе с соком, который они пустили Этот сок нам очень даже полезен И осталось нам только покрошить базилик После чего мы перейдем к мясу Отделяем листики Веточки нам не нужны в пасте Не хотим мы их грызть И тоже мелко-мелко его нарезаем Друзья Вот так вот несколько раз Собираем базилик в кучку И еще раз перерезаем всю эту кучку Наша задача сделать так Чтобы он у нас был очень-очень меленький И дело теперь за малым, друзья Порежем мясо Сейчас Лариса покажет Нам мясо надо порезать на тоненькие-тоненькие слайсики Базилик готов Вот так вот как можно тоньше Чем тоньше будут слайсы нашей говядины Тем нежнее будет паста То есть нужен хороший острый нож Но естественно хорошо сваренная говядина Стараемся максимально тонко разрезать Чтобы они аж светились эти слайсики Кстати, наверное, можно и на слайсере сделать Если у кого-то в хозяйстве есть Что-то не додумались Надо было достать слайсер и сделать Оно же значительно тоньше получится И насколько быстрее Ну ладно Порежем уже ножиком Порезали мясо Вот так вот тоненько-тоненько, друзья И теперь приступим к приготовлению соуса Для этого разогреем сковородочку Водичка закипела Подсолим ее Вот примерно пол столовой ложечки соли И отправляем пасту вариться Все зависит от того, какую пасту вы любите Мы любим пасту аль денте То есть немножко такую Ну не то что недоваренную Ну вот чуть-чуть Не переваренную Да, чуть-чуть твердоватую Занимает это в среднем 10 минут Будем пасту пробовать И разогреваем сковородочку Будем готовить наш соус Нальем на сковородочку масло И первое, что нам надо сделать Естественно на разогретую Обжарить наш лук до золотистой корочки Лучок обжарился Добавим подготовленный чеснок И не даем ему долго жариться Буквально несколько секунд Он не должен прожариться Потому что он будет горчить потом И добавляем помидоры Запах божественный Помидоры мы положили, друзья Но я совсем забыл сказать, насколько мы их положили На медленном огне протушиваем помидоры Где-то 7-8 минут Протушились помидорчики Видите, они стали практически невидимые Ну, такие очень мягкие И добавим теперь наш томатный соус сюда Еще немножко протушим Сколько будем протушивать соуса? Ну, сейчас нам надо довести соус До таких вкусовых качеств, как нам нужно То есть нам надо добавить специи Добавить, ну, добавить травку нашу Базилик сушеную Добавить соль Если нужно, добавить сахар Если оно очень кислое А за счет чего оно может быть кислое? За счет помидоров? За счет помидоров, да То есть все зависит от того, какие помидоры Если помидоры сладкие, то, в принципе, сахара можно и не добавлять Если кисловатые, то можно чуть-чуть добавить Вообще соус должен быть немножко, чуть-чуть сладковатый По поводу соли, это, естественно, друзья, на ваше усмотрение Как кто любит Ну, вот мы любим вот так вот Наверное, 1 четвертая часть Где-то пол чайной ложечки, может, даже меньше В общем, соль по вкусу И в это время у нас продолжает тушиться наш соус Добавляем базилик И вот Лариса снимет сейчас пробу на сахар Ну что, будем добавлять чуть-чуть? Да, можно чуть-чуть добавить буквально Пол чайной ложечки Если помидоры кисловые, то, конечно, нужно больше добавлять У нас помидоры не очень кисловые Чуть-чуть буквально Так Зелень базилика добавляем И добавляем наше мясо Вот это вот, друзья, кульминация всего В этот соус добавляем мяско Перемешиваем его Так, чтобы мяско полностью искупалось в соусе И на медленном огне протушиваем еще 7 минут Ну, 7-8 не суть важно Постоянно, ну как, постоянно, периодически помешиваем Чтобы у нас ни в коем случае не было никаких пригораний Чтобы все именно тушилось Вот так вот на очень медленном огне, друзья На 7 минут Его будем протушивать Наш соус готов Мы отбросили пасту То есть, ну, отбросили, собственно говоря Слили воду с нее даже больше Да, да, да Выкладываем немножко Выкладываем немножко Вот нашей подливки На донышко тарелки Сверху выкладываем пасту Мы выкладываем порционно Но также можно и на общую тарелку Точно так же раскладывать И сверху укрываем ее Тоже небольшим количеством соуса Вместе с мясом Поверьте, друзья Это такая вкуснятина Я вот стою У меня реально слюнки текут Сейчас пасту С салатиком С руколой С вином Вот таким вот образом Притрушиваем все это Пармезанчиком натертым Если нет пармезана Можно любой старый сыр И украсим сверху Веточкой базилика Вот такая вот красота У нас получилась Настоящая итальянская паста По рецепту Из римской Из самого Из троттории В самом сердце Рима Она просто невероятная Пробуйте Надеюсь у вас получится Вам будет вкусно И надеюсь, что наш рецепт Был для вас полезен Друзья И как обычно Подписывайтесь на наш канал Ставьте пальцы вверх А мы будем снимать Для вас новые вкусные видео Всего доброго Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...